Добрый день, Николай! Почему вы вышли сегодня за Евгения Ройзмана? Ну, как вы знаете, 24 августа, в день независимости Украины, кстати, был задержан Евгений Ройзман, последний российский политик, выступавший против спецоперации и остававшийся в России. Евгению Ройзману вменяют уголовную статью о дискредитации российской армии. До этого он был неоднократно привлечен по административным статьям за то же самое деяние. И суд исправил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему теперь нельзя посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, а также пользоваться интернетом. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, российская власть, она, конечно, ненавидит свободных и независимых людей. Ройзман был именно таким человеком, он неоднократно доказывал это на протяжении всей своей деятельности. Еще когда он был мэром Екатеринбурга, он был, наверное, единственным в России чиновником, чиновником, поддержавшим узником болотного дела. Это вообще вещь немыслимая для путинской России, чтобы чиновник поддерживал узников болотный. Но Ройзман это делал. И независимость Ройзмана, она проявлялась даже в мелочах, которые на самом деле и ровсе не мелочи, а многое говорят о человеке. Вот когда Ройзмана избрали мэром Екатеринбурга, он в своем кабинете повесил портрет не Путина, а своего любимого поэта Иосифа Бродского. Вот. Любой путинский халуй на его месте, конечно, бы повесил портрет Путина, но Ройзман повесил портрет своего любимого поэта. Также Ройзман занимался очень много общественно полезной деятельностью. Он помогал людям, попавшим в наркотическую зависимость. Также он создал благотворительный фонд для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, фонд Ройзмана, который помогал в том числе и тяжелобольных детям. Но самое главное, Ройзман был человеком принципов, принципиальным человеком. Когда ему предлагали уехать из страны, он сказал, что на миллиметр отсюда не подвинется, потому что это будет означать бегство. И в этом он похож на Навального. Навальный тоже, когда возвращался в Россию, понимал, что его, скорее всего, задержат и посадят в тюрьму. Но он все равно сюда вернулся, потому что это его дом, это его страна. И он не совершал ничего плохого и не считает себя преступником. И поэтому ему нет нужды прятаться и скрываться от работы. И точно такой же принципиальный человек в Ройзмане. Екатерина, почему у вас такой плакат? В общем, этот лозунг был на фургалом обире, на втором фургалом обире в 2020 году, когда митинги были смелые, и никто не боялся накрикивать лозунги про Путина. И никто никого не принуждал выходить только за фургал, если вы ходили за своей повесткой, которая была в песках, в сердце. Никто никого за это не осуждал. Вот это было. Я хотела бы, чтобы наши митинги были таким же смелыми как в 2020 году. Спасибо. 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 Спасибо.